Этим летом пляж в загородном парке пострадал от рук вандалов. Неизвестные испортили лавочки, перевернули урны, поломали информационные таблички. Этот случай не единственный достался пляжу Ладьи. Погромы в местах для купания в самый разгар пляжного сезона, случай вопиющий. Раньше такое случалось только ближе к осени. Любят вандалы и цветущие места. С проспекта Ленина на днях украли два кашпо. Также с городских улиц исчезли тысячи цветов. Их не стесняются выкапывать даже средь бела дня. Вредители орудуют и в жилых кварталах разрисовывают фасады домов. Все это добавляет хлопот городским службам. Мы со своей стороны боремся, как при выявлении, просто стараемся сразу все это закрашивать. И второе, когда у нас появляется в основном с выходом на крышу, мы проверяем замки. В основном они бывают или просто выдраны с корнем, вешаем и устанавливаем обратно замки. От рисунков до разбитых окон в средствах не стесняются. Если ущерб серьезный, за вандализм можно получить реальный срок. За последнее время в области уже заведено четыре уголовных дела за порчу имущества. На одного из виновников наложен штраф в 10 тысяч рублей. Поймать за руку нарушителей непросто. Чтобы обезопасить город от вандалов, устанавливают видеокамеры. В сквере Пушкина стоит видеокамера. В ряде других скверов тоже они есть. Ну и если мы берем набережную, то там тоже осуществляется патрулирование полиции с представителями добровольной дружины. То есть такие меры тоже принимаются. Патрулирование улицы. Постоянная основа проходит. С каждым разом все увеличивается, увеличатся наряды патрулей. Соответственно, данные меры все-таки меньше, я думаю, совершаются преступления и административных правонарушений. Следить за красотой Самары городские службы призывают и жителей. Вандалов снимать на фото или сразу обращаться в полицию. И, конечно, самим бережно относиться к городскому имуществу.